Сага о темных героях рождения кровавой легенды. На пути к лабиринту теней. Логан, король варваров славного города Тара, уклад жизни и психология поведения очень похожи на викингов прошлого твоего мира. Отправляется за великие горы, считающиеся непроходимым, горный хребет, делящий континент на две неравные части, Арию и Катхен. Отправляется с небольшим отрядом и чрезвычайно поспешно. Дело в том, что Тар разрушен, а его население уничтожено, либо обращено в рабство. Так что, Логан отправляется в путь, лишенный власти, фактически спасаясь бегством. В пути к нему присоединяется слитый с силой Субзера, связанный заклятием, обязывающим его служить тому, кто освободит его из гроба Черного Льда. Его освободил Логан. Перебравшись через горы, маленький отряд Короля Бескоролевства попадает в Империю Пиреней, занявшую собой почти весь Катхен. Ничуть не смущаясь, Логан и Иже с ним принимаются за привычное им дело, нападают на деревни и торговые караваны. Граби их подчистую. Но Империя не дремлет, и по следам разбойников уходит Черная Гвардия, колдуны Меча и сын Императора лично, с небольшим отрядом. От Черной Гвардии Логан отбивается ценой потери своей армии разбойников, и едва сам не погибнув. Спасла его Анталия, прекрасная девушка, но к несчастью вампир. У Анталии есть милое домашнее животное. Шерхан, Белый Тигр. Уже все вместе, они бегут от отряда Актиона, сына Императора. Они двигаются к лабиринту теней, в надежде обрести непобедимых союзников магической природы. Удастся ли им добраться до своей цели? Ведь кроме погони, ведомой Актионом, есть еще колдуны Меча, пока не сказавшие своего слова. Обретут ли они в стенах лабиринта, союзников или сложат там головы? Все может быть. Ярко светило солнце. Ярко и ласково светило оно над этой землей, столь странной и необычной, что фантазией чьей-то казалась она. Голые скалы, укрытые пеленой черных грозовых туч, здесь граничили с тропическими джунглями и чистым голубым небом. Казалось, природа поделила пространство этого мира между зимой и летом, тропиками и холодными областями вечной зимы. Такого мира быть не могло, он лишь фантазией мог бы быть. Ибо не может нежиться в ласковых лучах солнца, молодой деревце, а рядом, всего в пяти метрах от него, лежать вековой наст снега. Лишь фантазией такое возможно. Этот мир и был собственно фантазией. Он был плодом фантазии великих богов, что пантеон высших составляли могуществом и величием своим. Боги множества сфер мироздания. Великие боги, могучие и местами справедливые. Но далеко не все сферы, в полной власти тех богов были. Ибо велико мироздание и нет числа миром, что сферы миров составляют. И много богов знает мироздания, могучих и не слишком. Добрых и злых. Одиноких и подобных пантеону, где многие боги могучие, под властью более великих, живут и творят. Рагнуор, тварный мир богов пантеона. Одна звезда, одна планета, огромный мир, нарушающий все физические законы. При таких размерах и плотности, гравитация на поверхности должна была плющить в кашу все и вся. В одном уголке планеты так оно и было, Алианда любила такие фокусы, недаром матерью всех звезд звали ее. В остальном же, все было вопреки и будто наперекор законам существования материи. В мире богов, материи законы не были властны, они подчинены были власти богов, их желаниям, капризам. Властвующие над силами изначальными не желали быть пленниками законов материи, законов оскорбляющих их величие и достоинство. Эти законы они подчиняли себе и на службу себе ставили. Рагнуор, великий и прекрасный мир, воспетый в сотнях сказаний и преданий, в тысячах миров. Рай и ад в одном лице. Мир, где боги творили то, что желал зреть их величественный взор. Мир десятков прекраснейших дворцов и цитаделей, обителей великих богов. Чудеснее архитектуры красивейших форм, не знают миры. Ну кроме нескольких сооружений, отличавшихся от прочих далеко не красотой. Например, цитадель одного из старейших богов Пантеона. Широкий ров, заполненный тягучей ядовитой водой, широким кольцом окружал приземистый уродливый замок. Настоящий боевой форпост, где-нибудь в опустошенных войной, землях могучего народа Гнамьега. Толстая и высокая крепостная стена. Зубчатый край и десятки боевых башенок, узкие бойницы по верхней линии стен и в два ряда по бокам башен. Мощные арбалеты и требучеты на них. Этот замок вызвал бы гримасу отвращения на тонком лице красивого эльфа, он и правда был уродлив. И любой из гномьих мастеров завидев этот замок, помер бы от зависти. Он бы не устал восхищаться тонким, почти невидимым, швам кладки стен. Собственно технология строительства была заимствована как раз у смертных гномов. Разве что силой и умом хозяина замка доведена до совершенства, взять штурмом эту цитадель не смогла бы ни одна армия. И катапульты не помогли бы, десяток крупнокалиберных орудий, с бронебойными и разрывными снарядами. При поддержке авиации и бронетанковых войск может и справились бы. Эта цитадель была известна средь подгорного племени, а некоторые, даже удостаивались чести посетить ее лично. И имели возможность восхититься мастерством хозяина, лично отстроившего замок. О том, что в основе были гномьи навыки постройки оборонительных сооружений, хозяин замка, поначалу стесняясь в этом признаться, скромно умалчивал. Так как это немного смущало великого, со временем он об этом начисто забыл, и с тех пор свято верил, что Атыда придумал все самолично. Но мастерства старика это нисколько не принижает. Кстати, он был настолько стар, что помнил дни изгнания повелителя кристалла и камня, могучего Лаара. Так что не факт, что технологию он заимствовал у гномов. Могло быть и так, что прежде ее у него заимствовали гномы, а он, наигравшись с этой ветвью смертных, забыл о своем изобретении. Впоследствии, вновь заинтересовавшись крепостным строительством, он мог и не вспомнить, что это его изобретение. Могло быть и так. Великие хорошей памятью не отличались, зачем помнить все, если впереди вечность. Внутри замок, как и снаружи, красотой и изяществом линий не страдал. Дворец великого Цверага и снаружи и внутри, являл собой образец укрепленной боевой цитадели. И Цвераг, повелевающий изначальный металл, своей уродливой резиденцией очень гордился. Ведь он сам не считал ее уродливой. Совсем наоборот. По его мнению, сей дворец, являл собой прекрасное и величественное сооружение. Сам Великий, в данный момент предавался своему любимому занятию, о чем говорил яснее ясного дробный бой кузнечного молота. Разносившийся далеко за пределы двора замка, где собственно и размещалась кузница. Великий Цвераг ковал. Сегодня клинок. Он часто ковал, любил старик сие занятия. Могучий Цвераг умело орудовал тяжеленным молотом, который привел бы в ужас даже неутомимого гнома-молотобойца. С могучего тела градом катил пот. От печей шел нестерпимый жар, а сама работа способствовала обильному потоотделению. Цвераг тяжко ухнул молотом еще раз и, вложив заготовку в печь, остановился передохнуть. Тяжеленько, однако. Пробосил бог, довольно улыбаясь в косматую бороду. Бросив молот, он устроился на стул, сделанный собственноручно. Вообще, Цвераг любил все делать сам, своими руками. Он мог бы этого и не делать, прибегая к силе металлов, но это право скучно. Был моложе, было весело, теперь скучно. Цвераг вытер салбопот и, взяв с пола бутыль, отхлебнул. Холодное пиво приятно растеклось в животе. Бог зажмурил от удовольствия оба глаза. Вообще, он, конечно, мог и не пить пиво и охладить тело с помощью все той же силы. Энергии, как говорили, иные боги, или магии, как любили говаривать смертные и заразившиеся их дурным примером бессмертные. Мертвые, к примеру, вообще никак не называли силу, просто пользовались ею и все. Им этого было достаточно. Это живые любят, чтобы у всего было название. Мог он пиво и не пить. Но ведь приятно? Приятно. Так почему бы и нет? По большому счету, Цвераг мог сидеть на этом стуле с закрытыми глазами, не шевеля даже пальцем и не дыша даже, а сила. Под управлением его разума, сама ковала бы меч и заботилась о его теле. Но так неинтересно. Кроме того, был у Цверага свой пунктик. Он искренне, да и наверное справедливо, считал, что меч, нож, все, что ковалось, должно быть ковано руками. Металл должен впитать каждой гранью, каждым кусочком, пот и усталость кузнеца. А иначе, какой меч получится? Так, не меч, мотыга. К тому же Цверагу нравилось ковать. Нравилось, долго и нудно махать молотом, править лезвие. Цвераг развлекался. И за эти свои развлечения прослыл он средь богов пантеоном мужланом и простаком. Но так его называли лишь за глаза. Нет, Цверага не боялись, а кстати стоило бы и верховные пантеона об этом знали. Наоборот, старика любили. Он был добрым, простым и никогда ни с кем из богов не вступал в конфликты. Простоват, считали боги. Глуповат, думали они. Верховный талон знал точно, хитер старик и мудрее всего пантеона вместе взятого. Ну может за исключением Лаара, одного из изгнанников. Впрочем, о Лааре еще упомянет легенда. О мертвом боге придется упомянуть, огромна роль его в легенде, что миры свернет с пути. Впрочем, и талон, и многие изгнанники роль сыграют не последнюю средь предела миров. Цвераг блаженно вдохнул поглубже. Пахло приятно. Так должно пахнуть в кузнице, так должно пахнуть от мужчины. Мужчина, если он себя к таковым причисляет, пахнуть должен застарелым потом трудов тяжких. Оружейной смазкой. Копотью и сталью. Вот от Эстлеона вечно какими-то благовониями пахло, да духами, женщине более приличествующими. Неженка, истлеон панически боялся физического труда, принципиально не потел и очень редко дышал. Он и ел крайне редко, считал, что за этим занятием выглядит смешно. Он, по мнению Цверага, смешно выглядит всегда и везде. Бог любви, тем и владеет. А вот талон всегда свежестью горных вершин дышит. И пышет тоже. Но он хоть не боится маникюр испортить. Оно и ясно, владыка буйства стихий. Такой и не должен чего-то бояться. А то какой он, стихий, значит буйство, вроде как владыка. Вот талон, молодец. Он Цверагу нравился. Бы. Не люби он так роскошь. Чего только замок его стоит. Даже ручки на дверях, закрученная в узел сила. Кресло из ветра. Светильники из огня. В его замке Цвераг чувствовал себя нехорошо. Ну что за кресло, если сядешь в него и по грудь утопаешь в мягком, почти неощутимом ветре. Не делай это. Вот каким кресло должно быть. Цвераг нежно погладил кривобокую, плохо обструганную и жесткую, как сталь, самолично сделанную скамью. Цвераг придерживался спартанского образа жизни, кто такие спартанцы он не знал, а если бы знал, то вряд ли вспомнил бы. Именно поэтому боги редко бывали в мрачном замке старика Цверага. Он сам считал, что им просто стыдно, его то замок, всем замком замок. А они такого сделать не могут, мозгов не хватит и фантазии. А копировать просто неприлично. Вот они и завидуют. А от предмета зависти держатся подальше. Конечно, а как же иначе? Замок Цверага, величественное сооружение, гордость мироздания. Глянешь на эту гордость, и поджилки трясутся, а то как хозяин погулять выйдет. А убежать и не успеешь. Цвераг решил, что отдохнул порядком. Старик поднялся на ноги, потянулся так, что громко хрустнули кости, и шагнул к заготовке. Не теряя ни секунды, Цвераг прыгнул в сторону от наковальни. Еще в прыжке он развернулся и приготовился к бою. Великий полыхал серо-синим пламенем, все его могучее тело полыхало сейчас пламенем его силы. Не было ни капли пота на нем. Ушла усталость, остановилось дыхание. Грозно смотрели серые глаза. Едва коснулись пола ноги его, звон металла сотряс кузницу. Огромный доспех, стоявший в углу кузницы, рассыпался на куски и всей своей беспорядочной массой, ринулся к великому. Не прошло и мига, доспех сложился вновь. Сами защелкнулись все крепления и все ремни. Цвераг облачен был с головы до ног в полный доспех. Любой не слишком благородный рыцарь за такой, маме, не обязательно своей, голову отрезал бы, причем лично. Из другого угла, со стенда, где в беспорядке валялись десятки мечей, в его ладонь прыгнул красноватого цвета клинок. Рука в латной перчатке сжалась. Бог был готов встретить врага. О, грозен был цверак. И не зря он облачился в доспех и в руки знаменитый свой меч взял. Нечто злое двигалось сквозь миры в Рагнуор. И двигалось именно в его замок. Нечто несущее на себе печать смерти и всех ее составляющих. Он не мог понять, какова личная сила идущего сюда, но раз он сюда идет, раз может сюда пройти, в обитель богов пантеона. Раз не может цверак понять пределов сил его, могуч враг, очень могуч. Но кто? Могучий бог из других миров. Но цверак не имел столь могучих врагов. Может неизвестный не к нему идет? Нет, именно в его замок нацелился он. Но кто, кто? И зачем? Да и какой сумасшедший бог захочет ругаться с пантеоном высших. Последняя такая ссора закончилась тотальным истреблением пантеона-агрессора. Ну почти тотальным, никто из них, по крайней мере, не в силах вернуться в миры сфер пантеона. И никто из них не имел зуб, конкретно на него. Кто же? Шар смерти? Шар, дух силы изначальной смерти, убийца богов, создаваемый лишь для этих целей, не знающий жалости и преград. Не успокаивающийся, пока не найдет свою цель. Но и тогда он не успокаивается, возвращается к создателю, чтобы покончить и с ним. Даже свихнувшиеся боги не рисковали создавать дух смерти, что прозван был убийцей богов. Убивал он страшно. Да нет, нечто имело совсем иную природу. И шар смерти цверак не ощутил бы так далеко. Кто? Мертвые? Глупо. Цверак понимал, насколько глупо. Мертвые не так сильны, чтобы так скакать по мирам с такими дикими, даже для богов, скоростями, и уж точно. Ни один из них не знает пути в Рагнуор, а межмирье для них закрыто. Да и остались ли мертвые? Последний ваталон прикончил лично много тысячелетий назад. А что о них и до сих пор слышно, так-то скорее всего слухи. Кто? Цверак прогнал мысли прочь, нечто было совсем рядом. Он вобрал в себя столько сил, сколько смог удержать. В купе с перегруженным силой, доспехом и не менее полным мечом, хватит и самому талону прическу поджарить. А вот и гость. Цверак приготовил свой первый удар, молот богов, название он сам придумал и очень им гордился. Он свернул молот покомпактнее, все-таки замок крошить не очень хотелось. Явится нечто и по обстановке, поговорим, а может не раздумывая, расплющим. От молота не существовало защит, кроме грубой силы, тупо собранный в щит. А такое нелегко сделать быстро и для могучего бога. Кроме того, щит, чтобы защитить, должен быть заполнен так же или поболее, чем молот. В противном случае, сплющит и расщепит. Горка пыли останется. Не любил Цверак убивать, терпеть не мог. Даже мертвых он убивал с неохотой. Но жить тоже хотелось. И Цверак был готов встретить глупца, рискнувшего явиться в цитадель богов без разрешения. Собственно, уже то, что он мог сюда приходить без чьей-либо помощи, уже повод пришибить. Великий был готов к битве. Но только не к тому, что пожаловало в его замок. В воздухе, прямо перед ним, возник серебристый череп, пылавший тем же серебристым пламенем. Череп довольно оскалился и задвигал клыкастой челюстью. Он просто лучился счастьем. Неудивительно, ведь он вернулся к своему создателю. О! Цверак развеял молот. Отпустил силы, пусть текут в потоках, сегодня они ему не пригодятся. Его дитя вернулось, его создание. Только он забыл, как его зовут. Что с тобой сделали? Каким ты стал? Великие силы, да что ж за изверг был твоим хозяином? Что за душегуб? Бедняга. Ну, что ты? Прими свою истинную форму. Ну, давай. Доспех Цверага рассыпался и собрался вновь в том же углу, из какого появился. Там и замер. Меч, выпавший из руки, улетел к стенду и, звякнув металлом, зарылся в кучу других. Улыбающийся ласково, добро, Цверак нежно смотрел на одно из своих творений. Череп открыл пасть и пискляво произнес. Ла. Лас. Лазла. Горн. После чего череп обратился облаком серого тумана. Но и только. Ну, будто ребенку говорил Великий, что ты? Давай, не бойся, я теперь с тобой. Облако дрогнуло и сжалось в полосу. На пол упал меч. Цвераг не дал ему упасть, поймав в воздухе, за рукоять. Он поднял клинок глазам. Чудный клинок. Его работа. Лазлагорн. Знакомое имя. А. Цвераг припоминал. Он подарил его. Хм. Ах, да, трём магам. Смертным. Они то думали, что достигнут однажды такой силы, что сравнятся с богами и обретут бессмертие. Бедняги. Он им правды тогда не сказал. Все трое были почти на пределе своих возможностей. Они никогда не смогли бы сравниться с богами. Им предстояло умереть однажды и жить вновь, забыв о своем прошлом. Ибо пантеон не допускал создания в своих сферах различных загробных обителей. Некромантов недолюбливали во всех мирах, а некромантов богов еще и презирали. Такие становились изгоями, даже средь темных богов. Хотя и далеко не все из них были плохи. Цверак помнил пару богов-некромантов, устраивавших душам умерших поистине божественное посмертие, в неге и довольстве. Конечно, взамен они получали неплохой заряд энергии, практически постоянный и доступный только им самим. Но таких мало было. Мука душ давала энергии много больше, чем ее довольство, и творилось это почти без усилий со стороны бога. И конечно этим соблазнялось много больше богов-некромантов. Трупоеды одним словом. Значит, маги были хозяевами Лазлагорна. Но почему он такой сейчас? Череп, да еще с клыками. Он у него отражал сущность своих хозяев. А маги, насколько он помнил, боролись за добро и мир. Очень благородные они были. Наивные, но очень уж добрые. Прямо светились. Все хотели мир изменить. И поэтому тоже, он подарил им Лазлагорна. Меч мог аккумулировать силу металла, энергию этой материи, именно эту изначальную из великого их множества. А те маги с металлом хорошо ладили. Особенно тот, на вид еще такой хрупкий, с глазами как у ягненка. Так что случилось? Маги обратились к злу. Меч же стал орудием смерти? Ее чистым орудием? Ведь он сейчас просто вопил образами и печатями изначальной смерти. Саму эту силу он не мог впитать, но он нес ее отпечаток, с тем и создавался. И кажется еще зачем-то. Только Цверак забыл зачем. Огрубевшая ладонь легла на металл клинка. Он мог сделать ладонь нежной как у Истлеона, но зачем? У бога любви руки бабские были. Тоже мужчина. Тьфу. Он заглянул в память меча. В самое начало. С того момента как он вышел из его кузницы. Маги. Они бились яростно. Много крови пролили. Черной крови. Нет, она была красной, как и у всех людских племен, но вот души обладателей той крови были полны зла, черной тьмы. Лазлагорн пил кровь тех, кто прибавлял потоком смерти полноводности, так сказать. И он все это время нес в себе печать тех магов. Слабое отражение их сущностей. Дарниса детки. Благородные, все Дарниса детки. Свет в его лучшем и самом сумасшедшем проявлении, здорово оторванном от реального положения дел в мироздании. А потом.